сколько потоков с момента открытия у нас сейчас вот первый поток мы собрали прибыль чистая там сто с чем тысяч ну с какого возраста вы занимаетесь такие деятельности да в 19 лет мы первый раз бросили универ и улетели в италию без обратного билета хорош бить баклуши и никогда не записывайте курс сначала продавайте продукт а потом уже записывать расхожая история для обычного россиянина друзья всем привет с вами снова мы я федор спиридонов я илья терновой и у нас в гостях двое молодых предпринимателей каждому по 24 года это значит что никогда не рано заниматься онлайн образованием это бондаренко ростислав и дмитрий вепринцев парни с большим опытом они начали заниматься бизнесом в 19 лет и вот в 2017 году они пришли в онлайн образование достаточно быстро согласитесь послушайте их историю успеха и если вы хотите именно так же то записывайтесь на бесплатный мастер-класс но мы пойдем общаться с ребятами и поделимся с вами полезной информацией сделаем живое интервью привет 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 рады познакомиться сегодня мы двое на двое и будем до игры наши вопросы ли ваши ответы мы сейчас посмотрим вот вы занимаетесь у нас школы нумерологии и у вас еще есть какая-то одна школа еще одно направление да мы делаем во первых у нас есть школа нумерологии сейчас у нас в процессе еще одна школа это кулинарные курсы для детей плюс отдельно мы ведем не школы а также авто вебинарной системой мы прогреваем клиентов для разных бизнесов то есть у нас вот сейчас это авто авто дилеры и хирург пластический пластические хирурги учатся у вас нет они не учатся в том-то и дело мы прогреваем просто авто вебинарной воронкой такой же то есть вы просто оставляете канву воронки для того чтобы да я проще продать свои продукты мы занимались изначально тем то что мы создавали видео для бизнеса вот делали это пока так тогда еще тяп-ляп но вот когда мы как раз поступили в аксель примерно поняли как строятся продукты мы поняли то что очень многих бизнесов есть один и тот же процесс который зациклен то есть они одно и то же повторяют раз за разом раз за разом раз за разом то есть там условный пластический хирург там у него постоянные консультации одни и те же вопросы то есть ему даже он видео даже записывает все люди под этим же видео где там все эти вопросы ответы все равно спрашивают эти вопросы поэтому поняли то что авто вебинарная система она очень хорошо работает и в обычных бизнесах вы покупали один курс один пакет на двоих ним мы заняли денег чтобы купить один курс на двоих так проще отдавать на том на нас на тот момент мы вот решили сделать вам поскольку лет если не секрет 24 24 то есть молодые такие парни предприимчивые взяли и подумали то что уже принципе хорош бить баклуши мы до мы до этого уже делали бизнес уже привлекали инвестиции мы стартап и стартапами занимать у нас большой такой бэкграунд ну с какого возраста вы занимаетесь 19 19 лет до в 10 лет мы первый раз бросили универу и улетели в италию без обратного билета делал стартап расхожая история для обычного россиянина ну так вот получилось очень хотелось вырваться из спального района как вы познакомились вы со школы вместе как нам вместе играли и учились в одной и учились и играли в одной он на класс младш и просто вы вот пообщались такие поняли то что нужно сейчас выбираться спального района вы откуда эту идти просто вот у меня было желание зарабатывать денег и мы как с ним поехали играть баскетбол я предложил ему открыть интернет-магазин попробовать магазин паблик вот и он сказал да я тоже давно хочу и вот так вот начали там на школе да потом ничего не получилось мы разругались и не общались но там вышла такая ситуация то что у него и у меня в семье было плохо это мы мы учились уже в университете там на первых курсах пришлось пойти работать прямо жестко потому что там ситуация нет пути назад и мы прям фигачили шли и как-то встретились просто вместе в кальяной и у него все хорошо он идет на повышение у меня все хорошо я иду по на повышение и мы такие блин это я так жить не хочу и вы понимаете карьерную лестницу простраивается так вот визуально да 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 и представили понимаем то что мы идем примерно по папа вот родительской какой-то вот пути по пути и до родительской и понимаем то что но это совсем не да совсем не про нас и так родилась идея заняться чем-то еще понятно значит у вас был бизнес 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 вы пришли в онлайн акселератор как услышали вообще проект я видели интервью говорили да мы так такая была тоже история мы пытались заниматься сведениям бизнесов и блогеров так а до этого еще не было как-то блогеры там еще не зарабатывали по 40 тысяч рублей то не было интеграции usu не было интеграции да мы этим занимались старались и в из-за этого мы потребляли кучу контента ну на тот момент не было конечно так много интересного как сейчас но тогда потребляли контент 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 и вот мы видели жена говорили на и он брал интервью как раз сергей дмитрия Это в каком году? Ну, вот как раз в 2017 году. Я такой, типа, давай, давай, типа, возьмем. Вот, так и вышло то, что мы такие, давай посмотрим мастер-класс, давай посмотрим. Посмотрели, услышали цену, такие, так, что нужно сделать? И у нас знакомый хороший был, который мог нам одолжить деньги. Пакет какой у вас был, там, по сколько вы заняты? Минимальный. Минимальный, то есть, ну, это логично, наверное. Да, 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 абсолютно. Вот, сложились, вот, от момента, скажем так, обучения до момента запуска школы. Сколько времени прошло, сколько вам потребовалось, чтобы созреть, вот, нишу подобрать? Потому что ниша, вот, которая у меня есть, она, я бы не сказал, что эти парни, нумерологи. Вот, первую школу мы запустили за, ну, в течение полугода мы ее запустили. Вот, сработали, там, тысяч 60, и у нас проблемы начались с экспертом. Ну, это была типичная ошибка. Я говорю, мы же не... Это же ниша была, или как это было? Нет, нет, другая, массаж. Это была вот типичная ошибка, которую никогда нельзя делать людям, которые вообще занимаются онлайн-школами. Во-первых, мы были, ну, прям супер молодые, и нам несколько было брать пример, у нас бизнесовое окружение ноль. И мы такие, кого можно взять? А у нас есть мой одноклассник, который открыл студию массажа. Он не школа массажа, а студию. И у него вроде все хорошо. Давайте его упакуем, мы знаем, как снимать видео. Мы записали весь курс, а там, в основном, курс гигантский просто был. То есть вот ошибка, никогда не записывайте курс. Сначала продавайте продукт, а потом уже записывайте курс. Еще один момент, о чем говорят в Excel, но мы не сделали, это брать лучше топового эксперта, у которого есть аудитория. Потому что с аудиторией, с человеком, у которого нет аудитории, с ним очень трудно работать. И, как правило, они сами очень трудные люди и соблюдают некоторые моменты. У них нет программы, они не понимают, что надо делать. А они ответственность не знают, что такое? Да, даже, ну вот ответственность, это все понятно. Но самое важное, вот что хочу отметить, чтобы люди не делали ошибки, не повторялись за нами. У вас эксперт должен шарить в ваши ниши и вот жить этим. То есть он должен постоянно создавать контент. А в идеале, например, что у него есть Инстаграм, даже пусть немного подписчиков, но он сам делает полезный, интересный контент. Потому что вышло так, что мы открыли школу массажа, мы говорим, ну какой мы можем контент написать? Он говорит, ну какой-нибудь. И в итоге мне пришлось... То есть отсюда хотите, берите. Да, мне пришлось сидеть ночами. Ну, то есть я вот был продуктологом. Ну, в принципе, я и сейчас как продуктолог. Я сидел ночами, читал все про массаж, читал, 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 сам писал статьи, сам все писал, продающие ленды. Что в корне неверно вообще. Что уже, да, неверно. Да, это сработало, но, блин, я столько времени потерял. Ну, конечно, это опыт, но это ужасно. Зато теперь массаж можешь сделать. Да, но... В теории. Да, ну смотрите, вот номер... Сейчас я нажимаю вот сюда. Как вам? Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Смотрите, в нумерологии, например, у нас вообще отличный вот был эксперт, который сам все знал, который вот мы ему говорили. Почему он был? Он есть. Есть. Он и есть, да. Потому что я так смотрю. Ну, это был один из моих вопросов, почему это является, мы же вдвоем, я так полагал, то, что открыли с нуля, нашли, и человека подтолкнули, а он как основатель школы у вас записан. Да. Ну, это так проще продвигать. На нем все держится, правильно? Так личный бренд проще продвигается. У него уже был этот бизнес? У него нет, не было бизнеса. Не было, но вы просто его так преподнесли сразу. Просто преподнесли, да. Тут тоже неправильно, как говорят. Потому что на нем все завязано. На нем все завязано, да. Да, но как бы мы просто пообщались с людьми, с человеком, нормально, да, мы прошли консультацию. Да, с ним, вот, и как бы поняли, что мы ничего не потеряем, если он идет, как бы, ничего. Вы сделаете новый продукт просто с новым человеком? Да, мы можем, да, сделать. А у вас юридически как-то загреплены? Да, у нас уже договорились, да, загреплены. То есть, если он уходит, то есть, это ему остается, вам достается какая-то там, не знаю, прибыль отступная или что-то такое? Да, конечно. А если не секрет, просто если не секрет, как вот, потому что, ну, и нам, и людям, которые смотрят это интервью, им тоже очень важно понимать, как фиксировать, как закреплять отношения, то есть, что, на чем вы сошлись, что достается этому человеку, что достается вам, как вы вообще там, ну, договорились? То есть, если расторгнутся гипотетические отношения, и если это можно раскрывать? Да, у нас нет людей, ну, смотри, мы договариваемся, у нас вот для экспертов есть какая, есть 50 процентов, 50 на 50, да, то есть нам 50 и ему 50, это, соответственно, когда они платят за все расходники, вот, но потом мы, как бы, в некоторых случаях берем рекламу на общий расход, на расход, то есть, когда уже запустили, когда деньги пошли, мы делаем на общий, вот, так мы берем от 70 процентов, 70-75 процентов, если мы вкладываем деньги. Остальное все эксперты. Либо же бывает такое то, что бизнесу просто нужна воронка. Получается, 75 процентов вы берете себе, 30 процентов платите эксперту при условии, если вы вкладываете ресурсы. Да. Ну, то есть, получается, 30-30-30, 10 процентов уходит, ну, условно, да? Ну, условно, да. Типа, 10 процентов уходит. Если человек вкладывается, получается, самостоятельно тоже наравне с ними, то ему 50 процентов. Либо, если бизнесу нужна воронка, если нужна автоматизированная воронка, не нужны, они не хотят делиться никакими процентами, то мы продаем свои услуги, то есть воронку под ключ сделаем, но только если у человека есть уже какой-то бэкграунд, то есть наполнение вот это вот, то у нас 300 тысяч стоит это email-маркетинг, и 500 тысяч стоит это через мессенджеры мы делаем. Ну и по большому счету, вы вот эксперты подбирали по принципам на общей волне быть, да? То есть дальше вы проговорились все условия. Это важно очень, да. Потому что у вас же был опыт, когда у вас... К нам сами обращаются люди. То есть первое, да, резюмируем, это чтобы у него была аудитория, чтобы он болел своим делом, чтобы он был с вами на волне. Чтобы он был контент-мейкером. Контент-мейкером, да. Это в первую очередь, а во вторую, все остальное в следующей. Потому что у нас были истории, когда мы пытались запустить онлайн-школу с человеком, который нам нравился, но у которого не было контента. Я говорю, и опять это вся та же самая морока, что мне приходилось создавать, самому быть контент-менеджером. А контент для чего ты создал? Для воронки? Для воронки. Все для воронки, для лэнда, для всего. То есть всю историю. Упаковка программы тоже на нас ложилась. Иногда люди не могут историю свою русскую преподнести себя правильно. То есть приходится все вычленять, учить. Это ужасно. Сколько потоков с момента открытия? У нас нумерология запустилась неделю назад. Да. У нас сейчас первый поток мы собрали. У нас там 10 человек. Но у нас прибыль чистая, 100 с чем-то тысяч получилось. То есть перспектива сейчас получается, этот первый курс, чтобы прошел обучение, то есть вы его сейчас продали. Осталось людям только доучиться. Вы какие-то клубы, может быть, сделали там закрытые для этого? У нас пока что все очень просто. Это чат в WhatsApp, где они переписываются по пакетам. И игровая механика просто небольшая прописана. Там они получают баллы за пройденные уроки. И получают в конце какие-то звания. Вот за эти звания и баллы они смогут что-то купить потом. У нас в школе. Купить. То есть прям... О, интересно, какой инсайд. Прикольно. То есть люди зарабатывают во время обучения баллы. И потом эти баллы, для того, чтобы вернуться, они могут обменять на какие-то там бонусы. Купить себе дополнительный курс или что-то еще дополнительные часы прослушать. Либо они могут... Это вы нашли... Вы это сами придумали? Нет. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. По поводу вот аватаров целевой аудитории. Как вы вообще выявляли это все дело? Сколько аватаров нарисовали под нумерологию? Кому это интересно? Когда мы ленились писать вообще и анализировать аудиторию, мы просто делали тест, тратили на деньги и выявляли с помощью анкеты. То есть обычно гугловская там... А где анкетирование проводили? Google. Google. Нет, в смысле ВКонтакте. ВКонтакте, да. Давали, короче, полезность просто. Они отвечали на анкеты. А, полезность давались? Вначале было не так. Вначале мы просто трафик гнали. Кто-то приходил, он во втором письме у нас встречал на анкету, ну, как Аксель учил и так далее. А потом мы решили сначала давать трафик на анкету сразу. Просто смотрели, что людям интересно, и дальше уже выбирали и били по этим. По этой целевой аудитории. И, соответственно, мы сейчас делаем по-другому немножко. То есть мы делаем точно под каждую аудиторию. Мы записываем мастер-класс и воронку простраиваем. То есть мы сейчас ушли к тому, что делаем несколько воронок под каждый тип аудитории, потому что им нужен разный контент и разные темы интересные. Ну, а продаем одно и то же. Да, в целом, кто... Кому вообще это интересно? Мне кажется, наверное, самый большой потребитель онлайн-продуктов это женщины 25+. Просто это можно практически... Особенно в декрете, мамочки, да. Это можно подогнать, в принципе, подо все вообще. Такое по поводу занятости вашей в день. То есть как вы разделяете обязанности? Кто сколько времени уделяет? Как вы просто не там... Не профотапились? Там вы поняли то, что вот, блин... Есть прокрастинация. Да, там есть прокрастинация у меня особенная. Я вообще лентяю, что-то... Но у нас сейчас 24 на 7, потому что очень много проектов разных и в разных проектах у нас различные функции. И мы как-то так вот существуем. У вас прописано или вы интуитивно как-то понимаете? Вот эту задачу я беру сам. Мы уже больше пяти лет работаем вместе. Да. Мы примерно понимаем, кто в чем силен, кто в чем слабый. Мы просто друг другу не мешаем. И поэтому наше распределение долей по всем нашим проектам, оно равное. Потому что где-то сделал я больше, там, может быть, гораздо я больше сделал. Ну, а потом раз я там просел, а он сделал гораздо больше. В общем, в итоге на перспективе мы все равно примерно все одинаково вместе делаем и всегда проделываем. Вы еще какие-то ниши продумываете, просматриваете? Да, я говорю то, что вот мы сейчас работаем с кулинарной школой для детей. И так нам постоянно обращаются люди. По факту, если ты научился одну школу запускать, все остальные примерно... Просто технически ты прям как на поток ставишь. Да, просто хотел добавить, что у нас немножко отличается от акселевского метода наш подход. Потому что мы изначально, когда вообще в акселе учились, когда запустили первую свою школу, мы сделали автовебинар. Вот, сразу автовебинар. Ну, потому что мы умели снимать, умели монтировать, умели вот это вот все делать. Ну да, говорят, сначала нужно там прокатать очень много-много просто вебинаров. Вот, а мы у нас принцип просто мы делаем по автовебинарам, и автовебинары у нас работают. И просто вот мы меняем некоторые техники продажи курсов. То есть, я говорю, где-то мы используем автовебинары с email-маркетингом, где-то используем с messenger-маркетингом. Так что такая история. Как работает email-маркетинг и messenger-маркетинг? Да, они практически одинаково работают, просто вопрос касаний. То есть, в messenger-маркетинге их можно делать больше и воронку длинишь, потому что это удобнее потреблять контент. То есть, открываемость больше. Открываемость в разы, гигантно. Ну, то есть, это рассылка, да, идет? Да, идет рассылка, да. И плюс, там же, что очень классно, ты, когда оставляешь заявку на лэнде, люди очень редко оставляют телефоны. Вот, и, соответственно, если ты ставишь телефонный email, у тебя сильно конверсия, там бывает, что в два раза падает. То есть, оставляешь email, да. И у Excel, я, насколько помню, у них там email, потом он переходит, там, не страница благодарности, по-моему. Ну, страница благодарности, да. Да, с телефоном, по-моему. А потом переходит уже на анкету. Вот, мы, а у нас по-другому немножко. У нас, соответственно, человек оставит email, ему переходит, о, точнее, нажимает на кнопку записаться, ему переходит на форму, где он может выбрать свой удобный мессенджер. Соответственно, так или иначе, он оставит себе... Вот, там конверсия в среднем 70% сейчас. Да, то есть, ну, это очень круто. По поводу рассылки на мессенджеры, где происходит вот в этой автоворонке первое соприкосновение с... Рекламе, то есть, первое соприкосновение — это реклама. Ты на спине... Где она? В ВКонтакте. У нас ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм. У нас сейчас три. Кстати, вот самый тяжелый момент для нас лично был, я думаю, для многих будет, это найти правильного таргетолога. Найти правильного, кто может настроить трафик. Потому что очень много есть ребят, которые не понимают, как это делается, берутся и просто ты сливаешь бюджеты. Ребят, спасибо вам большое за интервью. Было очень интересно, очень приятно видеть то, что такие молодые, активные ребята не просто там, как ты правильно говоришь, где-то занимаются какими-то пакостями в подворотне, а двигают бизнес в России. У нас по традиции дается либо скидка на пакет, либо какой-то бонус нашим зрителям в течение определенного времени после выхода этого выпуска по промо-коду какому-нибудь. Какому-нибудь. По какому-нибудь промо-коду. Какую скидку, на что или бонус какой дадим? Давай дадим на консультацию. Я думаю, что нет. Я думаю, что можно на консультацию, на обучение. Да, можем дать сколько? 30% нормально. 30% в течение какого времени? В течение этого месяца. В течение месяца после выхода интервью. Промо-слово, промо-код какой-то. Баскетбол. Блок. Блок. Блок давай. Блок. 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 И еще мы хотели дать... Артюм. Это эксперт. Смотрят выпускники Аликси Акселератора? Конечно, да. Возможно, да. Хотел сказать, что у нас, например, следующая школа, которая по кулинарии, ее продюсировал наш продакшн в плане видео. И он из просто уроков сделал шоу. Самое настоящее шоу. Если у вас уже школа приносит деньги, потому что это довольно дорогое удовольствие переписать все эти курсы, там в среднем выходит от 400 до бесконечности, мы можем на это предложение дать, наверное, тоже скидку типа процентов 20. 20 процентов для выпускников Акселератора, у которых есть уже онлайн-школа, те, кто хотят перезаписать свой курс, ребята, обращайтесь по промо... Тоже слово по промокоду БЛОК. Блок-блок. Блок-блок. Блок и блок-блок. Не запутайтесь. 30 процентов на нумерологию, 20 процентов на видеосъемку перед запись курса. Вот. Что же, вам огромное спасибо, успехов, приспех. Спасибо. Спасибо. Оп. Молодые парни, заряженные, короче, с опытом предпринимательства, и очень правильно они сказали, что нужно начинать как можно раньше зарабатывать. Это тебе позволит, во-первых, уйти от попечительства родителей, доказать им, что ты самостоятельная какая-то единица, самостоятельная личность. Этот бэкграунд им дает возможность просто реализовать себя, там, условно, к 30 годам сделать себя просто свободными в финансовом плане. Это круто. Ну, если говорить в общем, конечно, ты прав, приятно видеть то, что подрастающее, в моем случае, подрастающее поколение 24-летних парней уже осознанно везет жизнь с 19 лет и старается выбраться из, скажем так, оков. То, что понравилось, что записал, это по поводу воронок, да, то есть воронки через рассылку, смс. Помнится, вот ты не так давно об этом. Да, общался с ребятами тоже, с каким-то агентством. Опять-таки то, что можно и нужно делегировать, вот, поэтому, ребят, не надо все вот так вот глубинно изучать. Хорошо иметь представление, чтобы уметь спросить, ну, вот так вот прям вот запариваться, тратить время и нервы не стоит. По крайней мере, я предреждаюсь такого. По поводу анкетирования, вот классно они там трафик нагоняли, давали полезность, опросики. Ну, у нас, в принципе, на сайте работает такое там аналогичное, да, то есть мы немножечко в другом ключе тоже собираем контакты. Но вот опрашивать целевую аудиторию тоже так нужно, следует и важно. Мне еще понравилась история с тем, что выполняя домашние задания, ты зарабатываешь бонусы, и эти бонусы можно потом потратить. Это прям реально крутой кейс, которым, я думаю, можно внедрять в свой бизнес. Точно. В целом, беседа состоялась, успешно состоялась, вот поэтому можно с чистой совестью и душой, после того, как эту полезность почерпнули наши зрители, топать туда, сыграем баскетбол. Сколько ты зарабатывал в 24? Вообще мне хлебом платили.